ничего себе приключения начались меня чуть собаки не сожрали короче лобой и 2 не заметил но вроде овчарка шли не знаю вот ладно двигаемся вперед там что-то было право от нас заболоченное место первое на что я обратил внимание это забор забор кпп вот блин кто-то здесь пробежал сейчас вот уже здание появилось 1 вот тут еще какое-то здание правда от него толком ничего не осталось как видите даже нет смысла подойти так со стороны покажу в основном как бы я всегда снимаю заброшки которых еще нету в интернете вот там вдалеке еще какое-то одно здание пусть это походу лагерь был потому что обратить внимание дорожка плиты идем сюда пройдем тропинка кстати натоптанная сквозной проход а еще одно здание сейчас мы вот это посмотрим она двухэтажная просто по первому крылу пройдемся банка будто номера как будто номера большая комната типа кухня и соответственно душевая очень похоже на то что это номера они все одинаковые видите ничем не отличается только разница влево-вправо так еще торец вот рисунок здесь на полу а я чую это здание не виделся а нет видел в общем такой же ладно поднимемся на второй этаж как чё-то четко со складированы стекла вот эти бронированные которых внутри сетка идет так идем на второй этаж это еще эти стены сделала непонятно здесь уже потихонечку разбирают складируют вообще сгнило все не работает да мусора тут конечно много а вон то болотца вообще просто идеальное место для игры в пинбол два здания так но суть потому что видите дерево растет из окна давненько это все заброшено плюс тут короче подвал есть но к сожалению без фонарика поэтому я не могу туда пройти посмотреть сейчас мы до туда дойдем стал бы тут с освещением были железные посрезали еще какое-то здание и чет не понял беседка шибала ланда не еще дойдем заходим короче в это здание посмотрим ну блин тут все даже перил не срезали однако по идее должен был быть еще одно здание дом его нету тоже два этажа не вижу смысла идти вот здесь так прилично все проржавело будем идти посередине дабы не рухнуть слушать а здесь баррикады какие-то строили прям реально тут вот все стены выломаны здесь еще остались все они здесь было здесь походу молодежь тусила лавочка сделала блин такой ощущение что здесь пинбол играли хотя нету этих красок что помечено блин вот там колодец какой-то я постараюсь сейчас в обратную сторону пойти и посмотреть насколько он глубокий и вообще есть там вода может там трубы проходят вот да дербанили так не по-детски здесь вот тоже какие-то баррикады строили вообще по ходу кто-то жил потому что суть по всему окно было пленкой заделано и на этих штучках спали вот здесь тоже деревья растут это последнее окно там правда бетонировано все на улице земля сейчас мы еще по территории пройдемся посмотрим может день чем замаскированы осталось вот какое-то здание сейчас мы до него дойдем блин троп это такие натоптаны но возможно что это и звери натоптали не знаю так вот третье здание так в нем так вообще окна заколоченные ну зайдем и в этот подъезд ведь прямо на лестницах деревья повырастали здесь вот тоже ну здесь вот видимо складировалась все потому что куча матрасов лежит там какие-то разбросанные тут вот не исключено что здесь даже кто-то обитал насквозь выбита стена тут уже кое-какие вещи стали попадаться куртки ботинки мужские и женские а так это ботинки от лыж и вот это тоже то лыжные ботинки там вообще стена кирпичом заделано сейчас мы попробуем конечно туда внутрь заглянуть видите да в принципе там даже стол какой-то был ничего себе поднимемся наверх значит здесь тусуется народ тусуется матрасик на самом деле маленькие ну сколько чтобы вы понимали вот нога то есть две мои ноги я 43 нашел да пожар тут тоже был чуть поджигали вот и здесь тоже кто-то жил ну это по моему спуститься вниз на второй этаж ой на первый этаж вот в это отделение попасть вот уже огромная дырка в полу откуда чуть повыносили непонятно ну кто тут чуть сидел размышлял над жизнью босяцкий так а вот и первая улика этого как он пинбола граната так пока все ну да лес я до этого здания выглядеть она вот так вот даже не могу предположить что это встают на таких вот бетонных плитах этот кусок мрамора сейчас я попробую вот сюда вот побитым кирпичам залезть были там кстати еще что то не знаю сейчас попробую побитым кирпичам залезть внутрь мы там осмотрим немножко это помещение ребят слушайте если у кого то есть какие то мысли по этому объекту подскажите пол мраморный сделан видите из таких вот плиточек здесь вот побитое все вот тут вот как я понял шла лестница вот так вот вот так вот и судя по стене вот туда вот на второй этаж что там было на втором этаже но тоже мысли нету здесь вот есть вот такие вот комнатке тоже не знаю что это заходим внутрь вот этого основного большого здания да блин слушайте у меня такое ощущение что это по идее должен был быть кинотеатр это скорее всего был кинотеатр да значит это сто процентов был пионерский лагерь но что это за пионерский лагерь их вам сказать ребят не могу я просто не знаю название его он даже кресло кресло тут много и соответственно здесь был деревянный пол видите да и вот там скорее всего была сцена а теперь понятно вон там вход на сцену вот это наверное основной вход или выход был непонятно и еще были вот такие вот дополнительные входы и выходы хотя возможно что это просто окна были ведь сколько здесь плит поломано валяется и там просто такая низина я даже боюсь туда упасть так плита такие блин целые видите второй такой же это дверь это дверь вот она осталась живая вот такой вот интересный объект мы с вами нашли еще одна дверь и вот последняя последняя дверь блин плиты такие серьезные их бы для парковки автомобиля вообще незаменимая штука была бы да о надписи какие то есть тут тут главное ногу не проколоть сейчас мы с вами дойдем тут скорее всего много интересных вещей то будет валяться так как же они туда залазили то видимо там что-то было как можно было туда подняться видите да валера шурик ваня лёша серёжа много кого смена восемьдесят четвертого года что за лагерь даже не могу сказать вот тоже сиденье вон сиденье от кинотеатра да да это сто процентов был кинотеатр а там возможно что было возможно что там было блин еще главный металл не весь это поворовали то видите тут вообще опасно передвигаться то можно можно и гвоздь в ногу схлопотать и чем бы еще прилетела до восемьдесят четвертом году блин лагерь лагерь то еще работал вот раньше делали сколько лет прошло никто это разбомбить не мог может этот кусок столовой был вон там второй этаж что-то было и сильно сильно все разрушено тут даже уже наверно и вряд ли можно найти какие-то следы того что это было конкретно там вообще балка в воздухе висит она может так хряпнуться в принципе и вот это тоже все может так не по детски хряпнуться так я главное понять не могу почему вокруг блин какой-то ров вот там мы были я не мог там пройти ров какой-то был там тоже плита какая-то чего туда попробовать сходить еще одно какое-то здание без крыши там много бетона валяется вот там вот много бетона валяется вот там вот какой-то бетон или даже кольцо непонятное и вроде как бы что-то похожее вот там вот на здание похоже верите и она тоже разрушена вот это же одни бетонные блоки валяются там вообще не могу понять что это но если не заросло скорее всего тоже бетон площадка какая-то что здесь вообще было это какой-то трэш вот видите какие рвы бетонное кольцо но она просто лежит так ну блин надо отсюда выбираться не знаю правда как но дело здесь уже больше нечего погнали в обратную сторону так вон он этот кинотеатр в котором мы лазили и недалеко от него видите тоже такие здания все разрушено но вот эта стена полукруглая прям такая идет идет и плавно плавно загибается и внизу увидите черный ободочек из этих из плитки камер тут как грязи вообще напихала не видно что здание разрушено очень давно слушайте а это же прям какой-то вход был видите типа башенки короче может быть даже а кпп что ли было видите тоже вон закругленная стена возможно что это кпп было как это со стороны это вообще выглядит ну прикольненько ведь такие башенки наверху тоже деревья растут там стена закругленная вот стена закругленная ну значит это вход был скорее всего это был вход центральный ну блин сейчас уже просто невозможно ничего узнать где тут что находится одни догадки если вы думаете как-то по-другому может что в комментариях написать может даже вообще кто-то здесь отдыхал это вот забор стопроцентный и вот это это фундамент от забора с чего он втыкался значит мы на правильном ходу вот с чего он втыкался о ничего себе там какие-то трубы еще что-то и все это прикиньте не порезали либо они не достали до них просто коммуникации железные все главное попилили вон сколько трупов и вон еще я просто не долезли ну тоже смотрю деревья растут вот сапожки тут валяются детские красненькие может кто-то прятал либо тоже хотела девочка иметь такие сапожки и стырила у подруги спрятала и забыла где спрятала так ладно вот мы вернулись к этому зданию у которого мы были идем в обратную сторону так себе объект единственное радует что его в интернете нету поэтому у меня его можно только посмотреть как в принципе и много других объектов все погнали на выход овчарка была овчарка и алабай что охраняют где живут непонятно так что все на этом точно все теперь едем домой у меня еще кстати прямо накануне этого похождения моя камера накрылась любимая гоупрошка поэтому приходится снимать на телефон так что простите если качество будет не ахти просто в следующий раз может быть и не будет у меня возможности этот объект заснять походу стелла какая-то была не знаю но нет никаких вывесок что это по чем это и почему это ладно погнали короче сторону дома вот вот